Модернизация, где ее не ждали. Марийский мед становится одним из республиканских брендов, а производство его обретает все более промышленные черты. Презентация пасеки будущего в начале зимы – благоприятное время, поскольку у пчеловодов в эти дни не так много хлопот, как летом. Все подробности в нашем следующем материале. Сначала было непонятно, для чего 50 пчеловодам-пасечникам со всей республики собираться в Каракатовском сельском доме культуры. Не вполне ясно, как связаны лозунги профессиональной кооперации и поездка в Маркинский район. Однако вскоре все прояснилось. Местный пчеловод Альберт Иванов и его супруга Алифтина затеяли модернизацию производственных мощностей, которые могут произвести революционный эффект в медовом бизнесе в Мариел. Модернизация будет полная, и начали ее с Ульев. Они произведены из какого-то сверхсовременного материала, напоминающего очень прочный пенопласт. Они теплые, говорят. Вот не знаем. Просто легкие, теплые. Семья, говорят, это держится на зиму. В омшанник не надо таскать. Прямо на улице можно стоять. Эту Ульев стоят. Рядом на улице выставлен аппарат, который ускоряет процесс получения меда, поскольку вместительнее традиционных медогонок. Сюда помещается содержимое пяти Ульев. Туда входит 56 рамок таких медовых рамок. Электрическая у нас. Показана лишь часть пасеки будущего, но это не мешает министру сельского хозяйства. Он мог обозначить направление развития отрасли. Сегодня мы работаем именно над созданием крупных пасек, поскольку морейский мед сегодня уже признан. Выиграли в Москве несколько медалей. В то же время мы проводим в Дешкала ярмарку. Именно по качеству очень так плотно поработали. Если три года, четыре года назад, четыре, пять только имели лабораторный анализ. Уже в прошлом году 110, а в этом году 200. И регулируют сами пчеловоды именно и качество, и объем. Вклад в организацию крупных пасек заключается в частности в выделении сельхозземель для того, чтобы пчеловоды имели возможность в течение всего лета выращивать цветочные медоносные культуры. Нередко пчеловоды, решившие проблемы роста своих хозяйств, начинают задумываться о дальнейших шагах по усовершенствованию процесса производства меда и обнаруживают, что этот процесс почти бесконечен. Мелкая профессиональная проблема после ее решения открывает новые возможности для развития. Вощина – восковая основа, которая закрепляется в рамке и помещается в улей. Именно на нее и будут приносить мед пчелы. Ежегодный процесс оборота вощин до самого последнего времени был сосредоточен за пределами Мориэл, до тех пор, пока Альберт и Левтина Ивановы не решили, что имеет смысл основать собственную фабрику вощин. После того, как соты освобождены от меда, их нужно удалить из рамки. Этот процесс, выполняемый многими пчеловодами вручную, очень трудоемкий, теперь автоматизирован. Собранный воск тут же поступает на второй агрегат, который переплавляет его и производит готовые пластины – основу для будущего урожая меда. За сутки где-то 200 килограмм будем производить. Нам теперь воск надо, пускай пчеловоды воск привозят. Мы закупаем их и им это обмен делаем, например, воск привез вощину. Из Горноморийского района привезли вот несколько готовых кружков воска. Работы как раз на день. Здесь примерно 200 килограммов бывших сот. Обычно зимой у пчеловодов появляется свободное время. Собственная фабрика по производству вощины решает эту проблему. Производство меда и всего, что с ним связано, в Каркатово и впрямь становится круглогодичным занятием.